И склад, и автомастерская, и место отдыха. Значение гаража трудно переоценить. Правда, около 4,5 миллионов людей по всей стране не имеют прав собственности на эти постройки. Попросту нет необходимых документов. Те, у кого они нашлись, подтверждают права на гараж, но не на землю под ним. Получили там свидетельство, но земля у нас не в собственности. То есть у нас только строение. У вас сейчас гараж в каком? Ну, в кооперативе и все. Естественно, когда что-то свое, это всегда толк есть. А когда там дяди, то есть что тут делать-то? Скажут, убирайте гаражи, выплатят там какие-то крохи за этот гараж. И все. Так называемая гаражная амнистия, согласно нынешнему законопроекту, призвана упростить процедуру оформления прав собственности на гараж. Она предусматривает получение земельного участка в аренду без торгов. Для того, чтобы ему предоставили этот земельный участок, либо это ГСК, должны предоставить ряд документов. И такими документами закон предусматривает, опять-таки, в той редакции, в которой он существует сейчас, исправки о полной выплате пая, документы, подтверждающие уплату данного боевого сноса, документы, которые подтверждают проведенный технический учет данного объекта недвижимого имущества. Также подтвердить собственность помогут квитанции об оплате содержания и ремонта гаража в кооперативе, договор купли-продажи или техплан на гараж. Регионы могут расширять этот список по своему усмотрению. Где-то земельные гаражные кооперативы расширялись, там овраги осваивали, да, где уже земельки у них как бы не хватало, они ее осваивали, документов, соответственно, не было. Субъекты, они вправе учитывать свои какие-то такие нюансы, которые бы позволили гражданам, ну, дополнительный документ, который позволит гражданам подтвердить свое право на земельный участок, как под гаражом, либо под массивом гаража, если мы говорим о гаражном строительном кооперативе. Для оформления права на гараж документы необходимо будет направить в Росреестр. Однако попасть под амнистию могут не все постройки. Они должны располагаться на государственной или муниципальной земле и быть капитальными. То есть металлические ракушки под закон не попадают. Также бокс должен быть построен до 31 декабря 2004 года. Однако даже после амнистии гараж может быть уязвим, говорят юристы. Если вдруг ваш гараж стоит на земле, которая сейчас является землей государственной или муниципальной собственности, то только в аренде замечательно представляется. Поэтому если обживка земля потребуется, например, для строительства метро, то вне зависимости, повторюсь от того, земля у вас в собственности или в аренде, у вас эту землю вместе с гаражом заберут. Выплатит вам за меня, конечно, иначе в кооперативную. Прибегать к гаражной амнистии или нет, каждый решает сам. Если права на гараж подтверждены, владелец будет обязан уплачивать налог, исходя из кадастровой стоимости. Но при этом сможет без проблем продавать, завещать и страховать постройку. Екатерина Васильева, Василий Лысков. Время новостей.